Здравствуйте! Это программа «Лицом к лицу» и я, ведущая Христина Стэть. В Берлине проходят тресторонние переговоры по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины. Министр энергетики Алексей Оржель начал двусторонние переговоры с немецким министром экономики Петером Альтмайером. Стороны планируют обсудить соглашение о продолжительности, объемах и тарифах будущего транзитного контракта, поскольку действующий заканчивается 31 декабря. Детали обсудим с директором Центра исследований энергетики Александр Харченко, наш гость. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, вот по этому поводу, еще до того, как начались переговоры, что сказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев? Что надежда на подписание нового газового контракта, она, конечно, есть, но с каждой минутой становится все меньше и меньше, и надежда угасает. Давайте его услышим и об этом поговорим. Трудно предугадать, что будет происходить на переговорах с «Газпромом». Мне кажется, что вероятность подписания контракта до 1 января еще есть, но она очень маленькая и с каждой минутой стремится к нулю. Мы надеемся на лучшее, но если этого не произойдет, то это будет хороший стресс-тест для нового оператора газотранспортной системы. Ну, я бы назвала эту позицию главы «Нафтогаза» более пессимистической, чем оптимистической. А вот как вы считаете, и вправду мало надежды на то, что газовый контракт или вообще он будет подписан, или на приемлемых для Украины условиях? Смотрите, я искренне верю, что недавно произошло событие, которое коренным образом поменяет ситуацию в переговорах. И мы уже видим, что поменяло. Конгресс и Сенат США проголосовали за санкции относительно «Северного потока-2». И судя по тому, как весело бегают по потолку и российские друзья, и немецкие, которые, в общем-то, этот проект продвигали, санкции эти есть действенные. А что означает значительное изменение позиций в ходе этих переговоров? То есть если до этого россияне, если будем откровенны, просто тянули время, чтобы понять, будут санкции, не будут, и достроят они «Северный поток-2» или нет, то сейчас, похоже, разговор перешел уже в реальное русло, когда им понятно, что проекта не будет. И, соответственно, исходя из этого, я очень надеюсь, что даже сегодня, возможно, какие-то первые шаги. Я не очень верю, что там вот прям сегодня что-то подписано будет совсем-совсем, да? То есть какой-то контракт, там какие-то договора по присоединению сетей, потому что там много документов должно быть подписано, и они могут быть подписаны как вместе, так и порознь. И вполне может быть, что там будет какой-то протокол о том, что вот мы собираемся и так далее, и так далее. Хотя действительно полноценного полного договора сегодня я не ожидаю. Ну вот по этому поводу, по поводу санкции, опять же, о Германии вы вспомнили не зря. Канцлер Германии Ангела Меркель, она отреагировала на решение Сената. И вот, знаете, она сказала или даже напомнила в интервью журналистам, что сейчас идут переговоры по транзиту газа через территорию Украины. И она предположила или намекнула, это уже не знаю как, что лишние дискуссии вокруг Северного потока-2 могут негативно на них отразиться, вот именно на этих газовых переговорах. Вы знаете, это отличная для нас новость на самом деле. Я вот, когда ее прочитал, сам очень обрадовался, потому что это значит, что все правильно. Это значит, что санкции ударили в то самое больное место, которое наши в газовом вопросе абсолютно не друзья немецкие и российские сильно ощутили. И это четко видно, то есть максимально активная реакция, много шума, хотя, казалось бы, всего лишь маленькие санкции к одной, в общем-то, вещи у укладки трупа. Ничего серьезного, никаких финансовых ударов по экономике Германии, но при этом реакция превосходит все ожидаемое. Лично Меркель комментирует, министр иностранных дел делает заявление и так далее, и так далее. Попали точно, то есть попали ровно туда, куда надо. Теперь вопрос только в том, чтобы это попадение было правильно конвертировано в разумные контракты и разумные условия. Ну вот канцелор Германии Ангела Меркель также добавила, что контрсанкций со стороны Германии не будет. Ну давайте услышим, что она еще по этому поводу сказала. Германия не намерена отступать, но я не вижу другой возможности, кроме как вести переговоры о том, что мы не одобряем подобные практики. Вот знаете, по этому поводу уже многие высказывались, ваши коллеги, эксперты, аналитики. И вот в частности, чрезвычайный полномочный посол, директор дипломатической академии Примит, посол Украины в Турции в 8-16 годах, Сергей Корсунский, он говорит, что... Ну конечно, если мы говорим о газовом контракте, о Северном потоке-2 и так далее, но это не только экономический вопрос, это вопрос и политический. И вот он сказал, что может быть на самом деле еще наихудшее развитие событий, это раздувание антиамериканских настроений в Европе, в случае, если санкции все же вступят в силу. И вот уже есть позиция Германии, европейских стран, о том, что якобы Штаты вмешиваются туда, куда не надо было бы им вмешиваться. И это может быть, собственно, и кризис и так далее, и так далее. Но без политики не обойдемся, если мы здесь говорим. Вот как бы вы оценили такой прогноз? Слушайте, я, честно говоря, пытаюсь все оценивать с простой позиции, да, я оцениваю это с позиции Украины. Так вот, Украина в санкциях относительно Северного потока-2 абсолютно заинтересована, заинтересована, чтобы они были быстро и эффективно имплементированы. И Украина от этого получает очень большое усиление своей позиции на переговорах с Россией. Потому что одно дело Северный поток-2 есть, другое дело его нет. А одно дело есть третья и четвертая линии турецкого потока, другое дело их нет. И это принципиально поменяло ландшафт. Вот знаете, опять же, вот господин Корсунский об этом говорит, что вот эти санкции, если бы год назад проголосовал Сенат за эти санкции, они были бы очень уместны. А сейчас немножко как бы уже проголосовали с опозданием. О чем я говорю? Вы, я надеюсь, больше об этом разъясните, что на самом деле там речь идет о работах, которые на глубине 300 метров, условно говоря. Но вот за это все время, пока уже строится Северный поток-2, уже большинство таких работ именно на такой глубине, они уже закончены. Сейчас уже ведутся работы, когда мы говорим о 10 метрах, 20 с чем-то метрах. Поэтому вот того участка, который уже остался закончить, эти санкции, по сути, уже не коснутся. Да, немножко с задержанием будет достроен трубопровод, но все-таки он будет достроен. Вот по этому поводу я бы хотела, чтобы вы свое мнение сказали. Ну, смотрите, я, во-первых, хотел бы задать сначала риторический вопрос. А что ж, если он особо-то санкции не вредит, что ж так все по потолку-то бегают, повторюсь. Ну да, вопрос риторический, конечно. А второе, ну более-более такое, да, техническое, более технический комментарий выглядит очень просто. У России действительно есть одно судно, которое очень теоретически, оно никогда не делало такой работы и может попытаться сделать после модернизации. И аналогичные трубы, уложенные россиянами у себя, всплыли приблизительно через полгода после укладки. Но есть уже такой пример, как это не грустно для нашего северного соседа. Так вот, они могут попытаться это сделать. Но, знаете, мне вот очень интересно, как они будут это делать на практике и когда до этого дойдет. Потому что, кроме прочего, это судно принадлежит компании «Газпром». Если компания «Газпром» своим судном нарушит санкции, наложенные США, то это автоматически означает для компании «Газпром», которая, напомню, в листинге Нью-Йоркской фондовой биржи, и которая на основании этого листинга привлекает массу денег, огромный финансовый удар. То есть им сначала нужно кому-то фиктивно продать судно, организовать при этом схему, при которой американцы не докажут, что судно продано фиктивно. В процессе его каким-то образом таки модернизировать и тогда попытаться сделать то, чего они никогда не делали. Ну окей, мы смотрим. Ну это опять же время, это деньги, ну и это риски, потому что, да, если мы говорим о таких махинациях, то опять же это риски. Ну немножко давайте вернемся тогда вот к теме газового контракта. Насколько там будет он подписан, нет. Вот, отвечая на вопрос украинского журналиста, но во время пресс-инференции сегодняшней, да, господин Путин, украинского журналиста Романа Цымбуляка по вопросу транзита газа, возможности газовой войны, Путин заверил, что РФ хочет решить эту проблему. Россия будет исходить из решения стокгольмского арбитража, которое в то же время Путин считает не юридическим, а правовым и политическим. Вот какое решение, да, вот арбитража, каким образом Россия будет его выполнять, да? Это те предложения, которые ранее уже звучали, давайте мы, мол, не деньгами вам отдадим, а газом вам отдадим. И каким-то образом это может касаться этого контракта газового? Смотрите, это разделяется на две части. Первая часть, Россия отчаянно не хочет признавать результаты арбитража. Ну, по сути, уже признали, да? Ну, в целом это основа их позиции. Мы не хотим их публично признавать, да? Сейчас вот Путин сделал первый шаг к тому, чтобы их признать окей. Каким образом можно перекрасить стокгольмский арбитраж в политический, непонятно. При этом я хочу напомнить, что решение принимали три арбитра, один из которых был назначен Газпромом, и решение принято единогласно. Поэтому, ну, it's funny to see. Это очень прикольно наблюдать, как русские пытаются развернуть ситуацию на 180 градусов в пропаганде, как они это любят делать. А то, о чем говорит Путин, ну, простая вещь, ребят, хотите, отдайте деньги газом. Мы согласны, и Украина об этом официально заявляла. Мы готовы взять газом? Отдавайте газом. Только давайте же тогда сначала мы определимся, по какой цене мы возьмем этот газ в базе. То есть, если это хаб минус транспортировка в Европу, ну, давайте, договариваемся. Ну, вот, если предположить, что вот вдруг будет такой вариант, что этот газовый контракт не будет подписан, да, о чем господин Коболев, глава «Нафтогаза», он сказал, что это будет уже такой стресс-тест и реальный вызов для, ну, созданного в Украине, да, газового оператора. И вот, что интересно, вот именно генеральный директор недавно созданного оператора ГТС Украины, Сергей Макогон, он прокомментировал то, что Украина и Румыния подписали историческое соглашение, как его уже назвали, которое разблокирует трансбалканский газовый коридор. И он сказал, что благодаря этому соглашению и процедурам, которые уже предусматривает соглашение, мы-то, по сути, даже если мы контракт не подпишем, не пропадем. Вот я бы хотела, чтобы вы объяснили важность именно этого соглашения в контексте, да, газового контракта или не подписания этого контракта. Ну, смотри, если мы не подпишем контракт там еще какое-то время, это нам вообще ничем не грозит. То есть у нас достаточное количество каналов, по которым мы можем получать газ из Европы. Теперь и Румыния, до этого Польша и Словакия, и более чем достаточно. В наших хранилищах на сегодняшний день огромное количество газа, которого на эту зиму слишком много. То есть с той погодой, которую мы получили вот до сегодняшнего дня, вот его уже слишком много. Потому я, честно говоря, искренне думаю, что и россияне это отлично понимают, что надавить на Украину аргументом, что мы 1 января отключим транзин, да, отключайте, господи. Но это уже не сработает, да, как там 10 лет назад, условно говоря. Это вообще сегодня не работает. И для Европы это уже не работает. И Европа понимает, что максимум, что может случиться, ну, вырастут ситуативно цены на рынке газа в Европе. Может это случиться, но это максимум, который произойдет. Все остальное, ну, по большому счету, все готовы. И вопрос станет только в одном. В какой момент Россия поймет, что держать паузу дальше нельзя, а что Газпрому надо поставлять газ в рамках контрактных обязательств. А чтобы это происходило, нужна украинская ГТС и внятные европейские условия ее использования. Украина же не просит ничего фантастического. Мы говорим, ребят, вот смотрите, вот есть Европа, есть ее правила. Мы считаем, что мы часть Европы. Мы имплементировали все законодательство, провели анбандлинг, все по европейским правилам. И с вами тоже по европейским правилам. Ничего специального, ребята. Ну и вот последнее. Я так понимаю, что почему господин Коболев говорит, что вот надежда на подписание контракта, она становится все меньше и угасает. И времени мало, и на протяжении последних двух недель были, мне кажется, надежды у российской стороны, что удастся что-то, о чем-то договориться в Париже во время нормандской встречи, потому что делегация, которая поехала, она просто кричала о том, что о газе точно будут говорить. И договорились как бы договариваться. И вот это еще был один шанс, на который рассчитывала Россия. И вот поэтому не удалось договориться. Мы отчаянно хотели перевести разговор в политическую площадь, видимо, надеясь, что президент Украины, как они любят говорить, молодой и неопытный. Мне кажется, что президент был абсолютно готов, позиция была абсолютно много раз описана, обсуждена и зафиксирована. И Украина ее четко придерживается. Мы не прыгаем в лямо вправо, мы имеем абсолютно понятную, прозрачную для европейских партнеров и четко артикулированную позицию. Мы ничего не меняем. Мы постоянно в одной и той же парадигме. Да, но если мы говорим о газовом контракте, это же не только, и вот транзит газа через Украину, это же не только наш интерес, да, интерес нашей трубы, эксплуатации и так далее. Это как раз наоборот. Это интерес европейцев. Они хотят иметь ситуацию, защищенную в поставках газа. Так, ребят, вон ваш продавец, который вам продает 30% своих продаж. Вы имеете все основания сказать, ребята, хотите работать с нами, работайте вот так, вот вам правила, давайте. Ну, переговоры, я напомню, в Берлине, они продолжаются, да, чем они сегодня закончатся, и закончатся ли чем-то, какие будут новости, вот ЮАИ-ТВ, наши журналисты будут об этом сообщать в следующих эфирах. Вам спасибо огромное за аналитику. Я напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. Я, Христина, остается с вами прощаюсь, но вы же оставайтесь телеканалом ЮАИ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова